Еще в 2004 году Международная ассоциация скейтборд-компании утвердила официальный праздник скейтбординга. С тех пор каждое 21 июня стало объединять любителей этого увлечения по всему миру. Во Владивостоке мероприятие отмечается последние 9 лет. А из-за нашего географического положения мы каждый год еще и первые, кто встречает скейт-праздник в России. Здесь есть свои номинации за свои трюки. Получают люди какие-то эмоции и какие-то призы с денежными награждениями всего лишь за трюк. Потому что это такой день, мы сплоченные бандой собираемся и просто ездим по разным местам и развлекаемся в свое удовольствие. Местные скейтеры в честь праздника буквально весь день проводят на доске. Конкурсы, тренировки, общение – все это сразу на нескольких спотах. Именно так называют ребята места в городе, где можно так или иначе показать свое мастерство. Участников, к слову, не так много. Это только подтверждает мнение скейтеров о том, что их увлечение за последние годы потеряло в популярности по всему миру. Немножко подутихла движуха в плане скейта, но те, кто катался 10 лет назад, допустим, они до сих пор в строю, и меня это очень радует. И радует то, что сейчас как-то волна, я иногда даже встречаю людей, я их не знаю, а такого, допустим, два года назад не было. И меня это очень сильно радует. Руслан – один из так называемых старичков местного скейтбординга. На доске стоит с 99-го года. На его глазах буквально зарождался этот вид спорта в городе. Говорит, что увлечение хоть и набралось здесь обороты, однако местное катание никак не дотягивает до уровня Западной России и уж тем более зарубежных стран. Есть соревнования, всякие Адреналин, Раш, Икс тоже, и там, Геймс. Просто это либо у тебя должны быть возможности туда отправиться, конечно, это всегда хочется. Либо выигрывать билет, вайлдкарт, который ты по умолчанию попадаешь на эти соревнования. Но опять же, тебе нужно место, где отснять материал, чтобы тебя заметили. Сегодня многие считают, что скейтбординг – это обычное уличное увлечение и способ самовыражения у тинейджеров. Однако так определенно не думает Международный олимпийский комитет, который внес этот вид спорта в программу «Летние олимпиады в Токио», которая пройдет в 2020 году. Может быть, именно тогда молодежное движение начнут воспринимать всерьез и уделять ему куда большее внимание. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, новости спорта на восьмом.